Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр. И сегодня мы с вами, наконец-таки, продолжаем играть в замечательный Executive Assault. И должен заметить, что это одна из самых понравившихся вам игр за всю историю канала. Вы, наверное, уже и не верили, что я продолжу в неё играть. Но раз я пообещал, что продолжу, я продолжу. И, в общем-то, сегодня я продолжаю. И это не случайно. Оказывается, в игре есть один очень интересный режим, который я почему-то раньше не замечал. Может быть, кто-нибудь в комментариях про него и писал, но, к сожалению, комментариев много, и всё прочитать я не могу. Так вот, сейчас я объясню, что это за он. Если кто не помнит, то это стратегическая игра, в которой я могу создавать свою базу и создавать своё войско. А главная её особенность в том, что я могу вселиться в любого своего солдата и сражаться на поле боя от первого лица. Что на самом деле довольно круто, нигде ничего подобного я не видел. Так вот, в чём суть нового режима? Я могу перейти под управление компьютера. То есть, компьютер будет создавать базу, компьютер будет строить войска, а я лишь смогу выбрать воина, за которого буду играть, и помогать, собственно, этому самому компьютеру. Для этого нужно всего лишь активировать вот эту галочку. Не знаю, почему я не делал этого раньше. Ну и давайте уже, наконец-таки, приступим к практике. Слишком много болтовни. Для этого нужно поставить какой-нибудь... какой-нибудь мощный компьютер здесь, какой-нибудь мощный АИ здесь, и, в общем-то, я перешёл под командование первого АИ. АИ, а называюсь я Боб Корп. Ладненько, давайте начинать. Мне уже не терпится показать вам это настоящее безумие. Хотя, я толком и сам в этот режим ещё не играл. Мне самому не менее интересно, наверное, чем вам. Давай, давай, быстрее игра, грузись. Нет времени ожидать. И, в общем-то, вот начало. Пока у компьютера разнообразия особого нет. Он производит всего лишь одного робота, самого простейшего. Потом здесь будет появляться всё больше и больше юнитов по мере развития компьютера. Так, одну секундочку, ребят, сделаю чуть-чуть потише. Да, вот теперь можно приступать к игре. Вот так вот, в общем-то, выглядит интерфейс. И, как я и говорил, компьютер начинает строительство базы. Он уже построил завод. Что ты строишь ещё? Вот, кстати, вражеский компьютер. Он находится там. Он тоже занимается строительством. Да, да, да. Всё это дело строится. И мне сейчас хочется, знаете, что сделать? Побежать на завод и посмотреть, как производятся другие роботы. Как создавался, собственно, я и как будет создаваться БСК. Потому что абсолютно каждый элемент, весь процесс в игре отображён. Здесь действительно настоящий конвейер. Правда, я не знаю, где завод. Придётся побегать немного, поискать его. Но ничего, это будет достойная цель и достойный приз. Ну, ты построил завод? Или я просто-напросто обманул своих подписчиков? А, компьютер, ты подвёл меня? Нет, определённо завод где-то должен находиться. Такс, это какой-то реактор, я так понимаю. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Это ли завод или нет? Нет, это всего лишь коридор. Вот, наконец-таки, я нашёл завод. И уже мой братишка начал производство моих братишек. Вот они выбегают и, видимо, сейчас побегут сражаться с врагом. Такс, 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 такс. Я хочу понаблюдать за самим процессом. Вот так собираются здесь роботы. Абсолютно каждая запчасть. И это классно. Если учитывать, что это стратегическая игра, и здесь вид должен быть сверху, то это очень круто, мне кажется. Ну, привет, братаны. Чё вы стоите? Может быть, пора уже немного пойти посражаться? Мне хочется почувствовать экшен. Мне хочется почувствовать эпик. Кстати, выглядят они довольно-таки злобно, благодаря своим красным сияющим глазам. И я никогда не понимал, зачем... О, они пошли уже в бой. Не буду отступать. Отставать, точнее. И побегу с ними. Так вот, никогда не понимал, зачем роботов делают гуманоидообразными. Вообще непонятно. В этом нет никакого... Эй, почему меня телепортировали? Что происходит? Эм... А, он построил базу прямо на мне. Это было странно. Так вот, никогда не понимал, зачем роботов делают гуманоидообразными. Ведь в этом нет никакого смысла. Особенно не имеет никакого смысла создавать голову роботу. Потому что обычно там размещаются все самые основные микросхемы. Там размещаются камеры, с помощью которых робот может наблюдать за окружающим миром. И если враг просто выстрелит в голову, то сразу робота уничтожит. Хотя, может быть, центральный процессор находится где-нибудь в середине. И опять же, камеры находятся где-нибудь тут. А глаза сделаны всего лишь для вида. Для устрашения противника. Ну, вполне может быть. Такс, я не понимаю, чего вы застыли? Я думал, мы уже выдвинулись на войну. И сейчас будет происходить что-то классное. И... И мне хочется узнать. Что-нибудь мой директор уже исследовал мой компьютер. Потому что должны появляться постепенно новые войны. Но для того, чтобы переродиться, я должен погибнуть. Просто так переродиться не получится. А как погибнуть без участия врага, я не знаю. Честно сказать, не знаю. Самомуничтожения здесь нет. Ну и понятно, если у моего робота есть... Воу-воу-воу-воу-воу-воу интеллект. И он вдруг захочет самоубиться. То для корпорации это будет очень большой расход. И корпорация не может допустить того, чтобы робот соображал. Хотя он уже это допустил. Потому что я ведь соображаю. Ну, хоть чуть-чуть. Так. Можно, можно, можно попробовать утопиться. Да. Мне надоел этот жестокий мир. Мир железа. Мир заводов. Мир лазеров. Я просто ухожу отсюда. Все, вы все задрали меня. Вы не хотите воевать. Вы не хотите сражаться. Я ухожу от вас. Интересно, я утону, если прыгну в воду? Ну, по идее, робот должен действительно пострадать от влаги. Хотя, если это современные боевые роботы. Тем более роботы будущего. То они должны быть защищены от влаги. Мало ли пойдет дождь на войне. Оба нас! Смотрите-ка, как я и говорил, робот начинает, ой, робот, директор начинает исследование. И он исследовал новое оружие. Изначально у меня была М16, я так понимаю, а уже появилась какая-то лазерная пушка. Давайте посмотрим, на что она способна. Ну, бластер, конечно, крутой. Да, вероятно, он очень больно обжигает врага, но это так медленно. Ну, учитывая, как далеко противники здесь бегают и как быстро они бегают, попасть будет непросто. Такс, врагов я пока не вижу, тогда буду стрелять в своих. О, какой жесткий разброс пуль, я не могу просто попасть. Для того, чтобы наносить урон, придется приближаться впритык. Но зато я могу уничтожать свою же собственность. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Надеюсь, директор не видит меня и не будет обижаться. Такс, наверняка уже первые отряды пошли в бой. Но я из-за того, что решил покончить жизнь самоубийством, я их упустил. Стоят только стражи. Такс, новые пилоны строятся для добычи электроэнергии и железа. И враг тоже почему-то бездействует. Ладно, мой директор бездарный. Надеюсь, он меня не слышит, но ведь вражеский директор должен что-то предпринимать. А, я сделаю ход конем, как говорится, и побегу в бой сам. Такс, тут есть два-два-два-два-два перешейка. Фух, через которые побежать мне. Ну, давайте через левый, он вроде бы ближе. Такс, войска, войска, вы бежите, я ничего не вижу. Войны где? Войны стоят просто возле добычика железа. А, наконец-таки они побежали, я вижу их. У-у-у, счастье, 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 счастье есть. Наконец-таки мы идем в бой. Только ради этого я и стартовал. Такс, ну, бегут они круто. Смотрите, шеренгой практически идеально. Я тоже притворюсь бездушной машиной, искусственным интеллектом и буду бежать прямо за ними. Потому что вражеский директор, вероятно, поймет, что я обрел самосознание и буду умнее, чем обычные бездушные машины. И смогу более эффективно вести сражение. Поэтому, в первую очередь, он захочет уничтожить меня. Но не тут-то было. Я замаскировался, ведь я умный робот. Пум, 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 пум. Нужно еще звуки издавать обязательно. Хм, ну, вы бежите на сражение, на битву или просто на охрану этого добытчика, ребятки. Хм, давайте, давайте добежим, собственно, туда. Я не знаю, враги это или наши. По-моему, это все-таки наши. Да, это наши. Добежим сюда. И если ничего интересного происходить не буду, я снова самоуничтожусь. О, нет, все-таки мы наступаем. Фух. И смогу, когда самоуничтожусь, посмотреть новых юнитов. Возможно, уже появились какие-нибудь танки, вероятно, какие-нибудь мехи, большие роботы, самолеты, новое вооружение, возможно, обычные новые гуманоидные роботы. Все хочется посмотреть, все хочется исследовать. Фух, эта игра постоянно дает мне что-то новое, новые впечатления. И это круто. Происходит это в последнее время не так часто. Игры становятся очень однообразными. И разработчики почему-то не экспериментируют. И не пытаются нас никаким образом удивить. Почему? Я не знаю. Ладно, хрен с вами, разработчики. Сейчас у меня в голове только одно. Сражение, битвы и уничтожение. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Подождите, ребятки, подождите. Без меня вы явно не справитесь. Вам стоит спрятаться. Возможно, даже вырыть какую-нибудь траншею. И подождать, пока я прибегу. Оба-на, кстати, появились вражеские солдатики. Да, но моя лазерная пушка совсем уж говеная какая-то. Я даже вряд ли смогу дострелить. Дострельнуть до противника. Ай-ай-ай. Нет, попадаю. Смотрите-ка, на удивление, мой лазер летит в цель. Пу-пу-пу-пу. Я фактически снайпер. Роботизированный. Эх, мои солдаты как-то тупят. Эй, почему вы просто бежите на пролом? Это неэффективно. Вы же видите, что вы погибаете. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. У-у-у-у-у-у. Меня-то убивать не надо. Я что, нормальный братан? Ай, нет, замечают. Фактически сразу они меня замечают. И-и-и-и. Ладно, я сдохну, но зато смогу переселиться в какое-нибудь новое эффективное тело, я надеюсь. Давайте посмотрим, что появилось. Оба-на, появился еще один новый лазер. Ну, что-то как-то не быстро развивается мой комп. Хотелось бы, конечно, побыстрее. Возможно, я не тот искусственный интеллект выбрал, который нужно было для быстрейшего развития. Но ничего, ничего. Если вам понравится и вы захотите увидеть продолжение, посмотреть, что в игре есть еще, обязательно ставьте лойсы, и я никуда не денусь, продолжение сниму. Постараюсь сделать это не через полгода, а максимально быстро. Возможно, уже завтра. Такс. И-и-и. Мне кажется, вот эта пушка будет действительно давать врагу просраться. Она стреляет очень далеко и... Медленно. Но зато луч выглядит мощным. Оу, противника-то танки уже появились. А где мои танки? А где мои танки? Что за несправедливость? Ладненько. Хоть проверим. И у них не один танк. Я не достаю. Я не достаю. Может быть, на опережение стоит стрелять? Эх. Очень странная здесь чувствительность. Далеко не получается выстрелить удобно. Так, ну ладно, ладно. Попробую подобраться впритык. 431. Да, очень много урона наносит танкам. Вау, это... Вау, это практически противотанковое оружие. Я могу в соло танки взрывать. Фух. А вот, кстати, мои танки уже поехали. Неплохо, неплохо, неплохо. Я думаю, я могу сейчас погибнуть. И-и-и-и. Такс. Где мой танк? А, фух. Я думал, он утонул. Я могу сейчас погибнуть и посмотреть на новую технику. Надеюсь, она появилась. Такс, 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 такс. Сделаю я это здесь. Прощай, жестокий мир. Прощай. Мне было с тобой хорошо. Ну, появится новое вооружение. Эм. Эм, почему не появились танки-то? Как сесть в танк? Как сесть в танк? Я ведь тоже хочу управлять танком. Я... Я ведь тоже хочу быть в танке. Это ведь круто. Ладно, плевать. Может быть, я сделал что-то не так. Может быть, к танку нужно подойти в упор. И тогда я смогу в него сесть. Такс, я появился в помещении. И... Ах, как бы найти выход отсюда? Эм, замечательно. Просто замечательно. Закинули меня просто в самую жопу мира. Вот эти лабиринты. Я не люблю бегать по зданиям. Это совсем-совсем... Не крутое занятие. Так, я слышу выстрелы. Наверняка где-то уже происходит битва. Давай-давай-давай-давай-давай. Мне нужно защищать базу. Я не могу позволить, чтобы она была уничтожена. Эх, совсем в другом конце выбрался. Такс, попробую сейчас подойти к танку и сесть в него. Танков-танков-танков я не вижу. Целая куча пилонов. Не знаю, зачем он их столько строит. В этом же ведь нет никакого смысла. И-эй! Ву-ву! Ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву. Оборона прорвана. Черт побери, оборона прорвана. Но ничего. Я снова смогу быстро выбраться, я надеюсь, в этот раз. Эта дверь открывается хоть? О, да, открывается. На Е можно взаимодействовать. Следовательно и на танк. По идее можно сесть на Е. В танк. Эх, стекло не получается пробраться. Здесь есть выход? Здесь тоже что-то производится. Кстати, вот танк строится. Эй, пустите меня туда, я тоже хочу поправлять танком Где выход? Ого А что это такое? Прикольненько Но это ни на что не влияет Ладно, я ищу выход, продолжаю искать выход А вот, кстати, и выход Где танк, смогу ли я в него сесть? Позвольте мне это сделать, пожалуйста Ваааа Можно садиться в танк Уху-ху Заааа Хорошо, ой как хорошо И у меня лазерный танк, кстати Чув, тыща здоровья, у врага был пулеметный танк Значит, мой танк должен быть эффективнее И сколько нужно выстрелов, чтобы уничтожить одного вражеского робота Вау, буквально один выстрел И все, жопа врагам Фух, это начинается потихонечку эпик А, это не враги были Это были мои ребятки Ну простите, простите, так бывает Ошибки От ошибок никто не застрахован Еще один лазерный танк Нет, им пользоваться я не хочу Просто-просто побегу Мне бы сейчас самолетом поуправлять Но я так понимаю О, нифига себе, быстро я начал бегать Что-то, что-то, что-то Определенно мой товарищ прокачал И скорость робота увеличилась Так вот, я не знаю, как можно управлять самолетом Пока самолетов я не вижу Но я ведь не смогу подпрыгнуть и залезть в него А опускаться вряд ли они будут Они всегда находятся в воздухе Так, станки атакуют И я буду уничтожен, да? Да, меня, к сожалению, убили Ну, должен признать, довольно-таки классный режим Нигде ничего подобного я не видел И на этом пока, пожалуй, можно остановиться Если вам понравилось И вы захотите увидеть продолжение Обязательно ставьте лайки Ну, а с вами был Перпетум и Лежа Александр До новых встреч, друзья Всем удачи, всем пока Будьте счастливы Пока Субтитры сделал DimaTorzok